Мы все уже привыкли к тому, что в паблик время от времени прорываются обращения военных, мобилизованных контрактиков и добровольцев, и их родственников. Десятки мужчин в лесу, или в окопе, или на фоне руин, и кто-то один говорит экспромтом или читает с листа. Просят разобраться с начальством, с обмундированием, с тем, что нет печки, или боеприпасов, или еды. С тем, что деньги пообещали и не платят. Лейтмотивом звучит «не хотим умирать, не хотим в самоубийственный штурм, не хотим быть пушечным мясом». Наверное, каждый ловил себя на мысли при виде таких обращений. «Вам же не помогут. Никто не собирается защищать вас от смерти. Вам нечего терять. Почему же вы просто с фронта не сбегаете?» И можно было бы сказать, что не бегут, потому что есть репрессии, заградотряды, тюрьма, если поймают. Но на самом деле они бегут. Тысячи солдат срываются в самоволку, или не возвращаются из отпуска, или уходят прямо с передовой. Бросают оружие или, наоборот, берут с собой как можно больше, чтобы хватило и себе, и на продажу. Уходят поодиночке и группами. Мы не знаем, сколько человек дезертировали из российской армии. Косвенно судить об их количестве можно только по приговорам гарнизонных судов. По сведениям медиазоны, за год с начала мобилизации за самовольное оставление части были осуждены более трех тысяч военнослужащих. Это не значит, что сбежали три тысячи. Это значит, что стольких удалось найти и довести до приговора. Скорее всего, реальное число дезертиров гораздо больше. Проект «Идите лесом» поделился с нами историями людей, которым удалось помочь. Проект помогает как тем, кого уже забрали на фронт, так и тем, кто хочет избежать призыва. Призывники могут получить юридическую, психологическую, а в сложных случаях и финансовую помощь. На сегодня помощь получили уже более 11 тысяч человек. Ссылку на проект «Идите лесом» я оставил в описании. Сегодня мы поговорим о дезертирах, о дезертирстве и вообще о том, что это все означает для нашей страны. Однажды государство решает, что ваша ценность не в том, что вы гражданин и налогоплательщик, не в том, что вы что-то умеете, знаете, и не в том, чему вы учились всю жизнь, а в том, что вас можно использовать как пушечное мясо. Скорее всего, к такому жизнь вас не готовила. Вы застегнуты врасплох, и все варианты плохие. Нет выбора. Так большинство респондентов и мобилизованных, и добровольцев, и контрактников описывают, как они попали на фронт. В военкомате я оказался прямо 21-го числа прошлого года. На работе вызвали в отдел кадров, велели зайти. Ну, я пошел послушно в военкомат, о чем потом жалел. В свое оправдание могу сказать, что все происходило очень быстро. Не было времени даже соображать, не то что доказывать что-то и настаивать. Просто 20 часов продержали в распределителе и отправили в путь. Поначалу мы с супругой обсуждали всерьез возможность его, боевое предписание, саботировать и просто сесть в тюрьму на пару лет. Но появились уже сообщения о вербовке заключенных. Так что пришлось все-таки ехать. Поначалу вы, возможно, еще верите, что это какая-то ошибка. Что возраст или состояние здоровья помогут убедить начальство, что вы совсем не годитесь на роль солдата. Но вам быстро объясняют, что пушечному мясу крепкое здоровье совершенно не обязательно, ведь жить долго вы не должны на войне. У меня вскоре обострилась хроническая болезнь. Ее бы выявили, если бы была военно-врачебная комиссия, но она только на бумаге проводилась. У меня начала отказывать нога, отправили в госпиталь на операцию. Буквально не сняв швов, опять отправили в поля. Конечно, вскоре появился рецидив. В итоге с большим трудом я выбил себе отпуск на 15 дней, чтобы хотя бы долечиться. Дома пошел в военкомат на военно-врачебную комиссию, но сути дела это не поменяло. Хирург сохранил категорию годности по устному указанию военкома. А потом для вас начинается война. Задачу нам поставили не давать наступать. Просто рыли окопы, говоря человеческим языком. Условия были кошмарные, ни воды, ни еды. Мы зимой просто собирали снег, топили его, чтобы было что пить. Не знаю даже, как описать то, что на фронте происходило. Ну, простой пример. Очень быстро в моем взводе осталось два человека нераненных. Все остальные либо двухсотые, либо с ранениями. Бардак творился невероятный. Это была просто бессмысленная мясорубка. Каждое утро на построении командир говорил, что мы мясо, и что мы должны идти и мочить другое мясо. Подселяли к нам в палатке обученных вояк. Они прямо настойчиво внушали убивать стариков и детей. Объясняли это тем, что армия Украины использует их. Нам показывали не как нужно защищаться, а как убивать и совершать террор. Как правильно заложить гранату под труп, как растяжки делать. Готовили к тому, что нас бросят в какой-либо деревне, и мы обязаны будем убить всех местных. Как-то нас отправили в аэропорт. Сказали разгрузить ящики с гранатометами. Мы зашли в самолет, а там ящики с двухсотыми. Вам казалось, что выхода нет, когда вы вынуждены были идти на эту войну. Но в какой-то момент вы поняли, что выхода нет, и вы должны с этой войны выбраться. Сразу стало ясно, что никаких вариантов, кроме самовольного оставления части и последующего отъезда, у меня нет. Возвращаться, умирать и убивать я не стал. Просто свалил с места прописки и несколько раз его менял. Но скрываться не вышло. Спустя время взяли прямо у подъезда. Увезли меня в военную комендатуру, потом отпустили под подписку и завели уголовное дело. В «Идите лесом» я обратился поначалу в поисках адвоката для своего дела. Мне помогли. Адвокат оказался отличный. Стало ясно, что варианта три. Обратно в армию, в тюрьму или уехать. Так, за пару недель до возбуждения уголовного дела, я принял решение уезжать. Снова с помощью «Идите лесом». Люди, чьи истории звучат в этом ролике, не совсем обычные дезертиры. Для них все гораздо благополучнее закончилось, чем в среднем по больнице. Они были информированы, они знали, где искать помощь. Им удалось покинуть Россию. На это требуется ресурс, которого часто нет у других людей с теми же проблемами. И все равно большинство респондентов рассказывают, каким тяжелым опытом был для них побег, какую растерянность они ощущают, когда все закончилось. Сказать, что я был на нервике, когда выезжал из страны, ничего не сказать. Пальцами ног, знаете, перебирал, чтобы тело ходуном не ходило. Специально выбрал время, чтобы границу проезжать ночью. И просто проспал все время. Пронесло. От каждого человека в форме шарахался. Благополучно пересек границу, теперь в безопасности. Пытаюсь прийти в себя и понять, как жить дальше, куда двигаться. Одну историю я хотел бы привести целиком. Она не совсем типична. Ее герой пошел на войну добровольцем. Но именно тут видно, как человек эволюционирует от стереотипных представлений о войне к пониманию ее противоестественной сути. Вообще, я с детства мечтал оказаться на войне. Не в армию служить и картошку чистить, а именно участвовать в боевых действиях. Сначала думал в Вагнер пойти, но они еще не набирали всех подряд. И тогда, в августе прошлого года, я ушел добровольцем. В военкомате мне предложили пойти служить в отдельный казачий танковый полк, недалеко от дома. Подписал контракт на 4 месяца и уже через 10 дней пересек украинскую границу. Я никогда не забуду эту ночь. Мы мотались по лесу. Было тихо. И тут переезжаем мост, а за ним все горит. Просто зарево до горизонта. Тут я и понял, что моя идея фикс была супер тупая. Контракт у меня был на 4 месяца. В декабре я пришел к ночштабу и говорю, все, контракт кончился, давайте домой. Он орать начал, мальчик, ты чего, едь на фронт, какой отпуск? Это мне еще повезло. Некоторые уезжали вместо отпуска в шторм. Их так наказывали. Пехота, где я служил, не лучшее место. Все пьяные, выпивку продавали свободно, там убийства, изнасилования. Я снова оказался на переднем крае обороны. Для меня самые красивые 4 слова «Ты едешь в отпуск». Когда я их услышал, не поверил. Мы все желаем друг другу не возвращаться. Тех, кто вернулся, считаем дурочками. Какие мы тебе пацаны, какие кореша? Как только выехал, начал обращаться в разные организации. Искал возможность не возвращаться. Когда узнал про «Идите лесом», сразу написал. Понимал, что нет другого варианта, кроме отъезда из страны. Пока шел с билетом от кассы на посадку, чуть в обморок не упал. У меня еще паспорт вообще как тряпочка. Водой политый и еще чем-то. Стою на паспортном контроле и слушаю, как меня отчитывают за такое его состояние. И думаю, да мне насрать, я уехать хочу. Давайте сразу скажем одну важную вещь. В современной России дезертирство уже не маргинально и непорицаемо. Большинство россиян знать не хотят про войну. Так что о дезертирстве мнения не имеют. Осуждать тех, кто спасался от смерти, возьмутся немногие. Если кто-то из ваших знакомых или вы сами сейчас принимаете такое решение, вы должны знать, что не делаете ничего плохого, покидая гнусную войну. Дезертирство из армии страны-агрессора не преступление, а доблесть. Во многих городах Германии есть памятники дезертирам. Им тоже пришлось делать сложный выбор между верностью гитлеровскому режиму и собственной совестью. Те, кто принимает решение сохранить свою и чужие жизни, поступают правильно. Что по этому поводу говорит наука? Дезертирство как социальное явление изучается уже много десятилетий. Есть факторы, которые могут этот процесс замедлить или наоборот спровоцировать. Известно, например, что с боевых позиций чаще бегут люди из дискриминируемых групп населения. Национальные, расовые и религиозные меньшинства, забритые в армию жители оккупированных территорий. Мы тут ни на что не намекаем, но как не вспомнить отвратительные практики российской власти, благодаря которым армию во многом комплектуют из жителей депрессивных регионов. А еще из новых граждан России, родом из Центральной Азии, необдуманно взявших российский паспорт в разгар войны, и из всего мужского населения ЛДНР, прям поголовно. Тут главную роль играет не национальность, а социальная уязвимость. Будь ты житель нищего региона, или человек, который недавно приобрел гражданство и не успел обрасти знакомствами и связи, забирают тех, кого не слышно, кто не устроит скандал на весь интернет, чьи смерти не всколыхнут общество. Но именно этим людям легче понять, что это не их война, что нет смысла умирать за чьи-то амбиции. А уяснив это, солдат легче примет решение бросить оружие и уйти как можно дальше от фронта. Также известно, что на чистоту побегов влияет сплоченность бойцов в конкретном подразделении. В целом, дух боевого братства и взаимовыручки обычно снижает число дезертиров, особенно если отряд сформирован по принципу землячества. Солдаты склонны полагаться друг на друга и защищать боевых товарищей. В таких условиях дезертирство становится неприемлемым выбором. Но если сложившаяся группа утратит боевой дух, перестанет верить в цели войны и доверять командирам, та же самая сплоченность может привести к дезертирству коллективному. Солдаты просто уходят все вместе, прихватив колеблющихся, которые не решились бы уйти в одиночку. Вспомним видеообращение военных. Это всегда коллективное действие. Вспомним, что нам, зрителям, часто кажется, что побег для этих людей лучший выход. Поверьте, им самим тоже так кажется. В какой-то момент закончится обращение к Путину, которое не только бесполезное, но чаще всего приводит к усугублению озвучиваемых проблем. И вместо этого начнутся коллективные уходы в самоволку. А потом еще дальше, в тыл, где можно залечь на дно и дождаться лучших времен. Само по себе большое число дезертиров становится провоцирующим фактором. Если с позиций уходит много бойцов, становится очевидно, что армия и общество в целом не считают войну правильной. Участие в войне перестает быть социально одобряемым выбором. Конечно, на число дезертирств влияет и то, насколько солдаты верят в цели войны. Поэтому идеологическая накачка в армии – дело такое же обычное, как и строевая подготовка. Но верить в пропаганду легко только, когда тебе сопутствует военная удача. Когда же война не имеет цели, когда боевые действия ведутся тяжело, с большими потерями, бодрое вранье начинает раздражать. Тем более, что пропагандисты берегов не чуют, продолжают с разбегу брать Прагу и Берлин. А на фронте никакими победными маршами не пахнет. Пехота второй год сидит в грязных окопах под арт-обстрелами и сил в себе не чует даже райцентр захватить, не то, что европейскую столицу. Прямо сейчас российская армия и российское общество подошли к невидимому рубежу. Год назад была объявлена мобилизация. В декабре 22-го Владимир Путин заговорил о системе ротации в армию. В июне этого года неопределенно высказался, мол, когда-то надо постепенно людей будет возвращать домой. Только вот сроки законом не определены. Но когда станет ясно, что служить им до самой смерти, когда они убедятся, что начальство опять врет, тогда очень многие могут решиться на побег. Потому что терять им на самом деле нечего. Система подведена к черте, когда даже не важно, будет ли мобилизация. Если не будет, люди станут уходить с фронта, потому что силы и терпение не беспредельны. А если будет, тогда скрываться от военкоматов будут подлежащие призывы. За этот год люди поняли, что война это смерть или в лучшем случае инвалидность. Они видели обращение к Путину и некрологи, слышали рассказы вернувшихся инвалидов. Почти у всех есть погибшие или покалеченные через одно-два рукопожатий. Система понимает, как опасны для нее массовые побеги. О том, что эта проблема обсуждается на высшем уровне, нам сообщил сам российский президент. Мол, есть сомнения, что мобилизованные будут возвращаться и все же принято решение о регулярных отпусках. По словам Путина, все прекрасно. Люди уезжают домой на отдых, а потом возвращаются на передовую. Мы не знаем, как там на самом деле, но эта тема беспокоит российское руководство и ясно почему. Если побеги станут массовыми, репрессивная машина с ними уже не справится. Она может работать, когда дезертиров тысячи. В этом случае в ход идут и суды, и запугивания, и воззвания к совести, и патриотизму, и пытки на подвале в зонах боевых действий. А особо ретивах и сопротивляющихся можно первыми бросить в мясной штурм. Тем дело и закончится. Но если беглецов с фронта будут десятки тысяч, система сломается. Не хватит ни сил, ни ресурсов. Всех не переломишь. В последнее время многие политологи начинают говорить о революционной ситуации в России. Несмотря на то, что раньше десятилетиями отрицали возможность ее возникновения. Давайте разберемся, почему они так говорят быстренько. Один из важнейших факторов, определяющих вероятность революции, это возрастной состав населения. А именно высокий процент молодежи. В таком случае демографы говорят о молодежном навесе. Потому что так это выглядит на графике. Если же в стране при этом еще и высокая безработица среди молодых мужчин, то риск насилия и революции становится существенным. Как люди представляют себе революцию? Например, Петроград 17-го года. Бежит матрос, бежит солдат, стреляют по ходу. И это, в сущности, более-менее объективная картина. Средний возраст граждан в Петербурге начала 20-го века около 20-ти лет. Очень много подростков, молодых людей и большинство мужчины. Многие горожане в первом поколении. Раньше они были крестьяны. Они еще не встроены в новый социум, зарабатывают мало, легко маргинализируются. Сам черт им не брат. Терять им нечего, кроме своих цепей, и они за любую движуху. Такое общество легко заражается идеями. Коммунизм? Ого, давайте попробуем. Национал-социализм? Ничего себе. Отличненько. Но современное российское общество не такое. Оно возрастное. В нем больше женщин, чем мужчин. Типичный россиянин это женщина сорока с небольшим лет. Ей не до бунтов и войн. Ей надо ипотеку платить, детей и внуков воспитывать. Такое общество не станет устраивать революцию. Если оно и затеет протест, то только мирный. А потом еще после митинга площадь приберет. Так почему политологи говорят о назревании революционной ситуации, если наше общество вроде бы не склонно к революциям? Потому что, начав войну, Владимир Путин поставил над нашей страной изуверский социальный эксперимент. Он обратил время вспять, не считаясь демографическими показателями, и слепил безбашенных революционных матросов и сотен тысяч взрослых и даже пожилых мирных мужчин. И речь не только о дезертирах. Ведь есть еще комиссованные по ранению или инвалидности солдаты в увольнительных, наемники и бывшие заключенные, помилованные за участие в войне. А потом будут и ветераны. У многих из них проблемы со здоровьем, по ТСР. Некоторые, как те же дезертиры, вынуждены жить на нелегальном положении, не смея устроиться на работу или выйти на улицу под камеры. Еще год назад у них была семья, работа, социальные связи, обязательства. Все то, что делает социум и людей в нем устойчивыми и предсказуемыми. Им было, что терять и ради чего жить. Война сделала этих людей обозленными, травмированными, неприкаянными. На войне они научились стрелять в других людей. Они увидели, что насилие отличный аргумент, а смерть вполне терпима, если случилось не с тобой. Их социальный капитал обнулен. Автомеханик с войны вернется не автомехаником, а штурмовиком. К тому же он привык к зарплате в 200 тысяч, а в гараже платят максимум 50. Само по себе присутствие в социуме большого числа людей, получивших опыт применения насилия, меняет обстановку. Насилие расползается по стране. Оно разносится как чума теми, кто прикоснулся к нему на фронте. Оно заражает других людей. Его нельзя контейнировать на пресловутых новых территориях. Оно будет всюду. Но это следствие не единственное. Общество, инфильтрованное неприкаянными людьми с разрушенными социальными связями, людьми, повидавшими всякое и готовыми на многое, готовый субстракт для социальных потрясений. В этом суть революционной ситуации. Общество недовольно. В нем много готовых к рискованным действиям людей, которым особо нечего терять. При этом путинский режим обращается с российским обществом как с тюбиком зубной пасты. Все время пытается из него чего-то выжить. Еще немного лояльности, еще немного добровольцев, еще денег на войну. Конечно, не все революционные ситуации разрешаются революциями. Но чем дольше длится война, развязанная Путиным, тем более нестабильной становится ситуация в России, тем выше вероятность социального взрыва. До завтра. Приглашаем вас на живые выступления Максима Катса. Вы сможете увидеть закулисную жизнь канала и запись ежедневного ролика. А во время общения с залом сможете задать свой вопрос Максиму. Берлин, Прага, Лимассол, Амстердам, Вена, Тель-Авив, Цюрих, Париж, Рига и Милан. Билеты на сайте maximkatz.com